Здравствуйте! В эфире МТРК Новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ксения Куценко. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Достижения и решения проблем. О них руководитель района Макжана Жумабаева говорил с жителями Каракагинского округа. Принять участие в отчетной встрече Акима можно было и онлайн. Ее транслировали в прямом эфире на Фейсбуке. Какие вопросы подняли сельчане, узнаете у Жан Сулута Стемировой. Объем воловой продукции сельского хозяйства в районе Макжана Жумабаева за год увеличился на 6%. Задачи по диверсификации полей местные фермеры справляются, говорит Аким Аскар Бегманов. В 2017-м жумабаевцы впервые посеяли сою. Увеличили площади по Чечевицу и Гречиху. В 2017-м году пассивная площадь составила 416,3 тысячи гектаров. Из них зерновые 333 тысячи гектаров, масличные 45 тысячи гектаров, кормовые 36 тысячи гектаров, картофеля 1800 гектаров. Картофель у нас занимает одно из низких положений в области. Наш район меньше, чем другие районы занимаются картофелем. Так что в этом году доведено задание до 5400 гектаров. В прошлом году местные жители озвучили Акиму района Макжана Жумабаева три наболевшие проблемы. Одна из них – отсутствие лаборанта во врачебной амбулатории. Этот вопрос решили. Теперь, чтобы сдать анализы, сельчанам не нужно ехать в районную больницу. А вот преподавателей по классу дамбре и фортепиано в местную школу найти не смогли. Но самая больная тема в Каракоге – питьевая вода. Многолетнюю проблему начало решать в прошлом году местное крестьянско-фермерское хозяйство семьи Жигаловых. Вложили 80 миллионов тенге. Провели разводящие в сети 162 дома и 6 соцобъектов. Эту работу в этом году продолжат. Заявки уже поступили. Около 30 заявок сейчас есть. Так что если есть заявки, дополнительно можете вставать в очередь. Кафеха Карагугинская планирует провести воду и в соседних селах – Абрасе и Чистом. В Ногайбай этот вопрос решил другой фермер. Всего в районе Макжана-Жумабаева централизованным водоснабжением обеспечено 99% населения, говорит Аскар Бегманов. После отчета он приступил к ответам на обращение населения. В нашем сельском округе многие получают зарплату и пенсию через Народный банк. Приходится ездить в Булаево или передавать через кого-либо. У многих нет транспорта. Было бы удобно поставить банкомат в селе Карагуга, близлежащим селам тоже было бы удобно. В Народный банк позвонили и они дали консультацию. Если будет коллективное обращение, то вопрос решится в положительную сторону. После новогодних каникул пятая часть учащихся Карагугинской школы остались без бесплатного питания. Это 64 человека. Индивидуальный предприниматель, который оказывал услугу, неожиданно переехал в Астану. А оперативно найти замену не удалось. Так как питание школьников является госуслугой, в первой декаде февраля мы даем объявление. А объявляться заранее нельзя? Вам же достаточно 500 тенге, чтобы объявиться. Пока выиграют, деньги поступят на счет. В течение 10 дней бесплатное питание в школе возобновится, пообещала руководитель районного отдела образования. Также жители Карагуги волнуют другие социальные вопросы. Они просят отремонтировать здание Дома культуры, открыть отделение Каспочты. Всего здесь проживают 2500 человек. По численности это самый большой округ района Макжана Жумабаева. Жан-Сулут Астемирова, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Долгов стало меньше, депозитов больше, а тенге стабилен. О финансовых итогах 2017-го рассказали сегодня в филиале Нацбанка. В целом, прошлый год прошел для Северного Казахстана под знаком «плюс». Какими цифрами его закрыли, узнаете из нашего сюжета. Депозитные счета североказахстанцев растут. По итогам 2017-го года общая сумма банковских сбережений жителей области составила 149 миллиардов тенге. Это почти на четверть больше, чем в 2016-м. 70% денег хранится в нацвалюте. Долларизация упала на 8%, что говорит о росте доверия к тенге. «Национальный банк в прошлом году не участвовал, начиная с ноября. В декабре в месяц вообще на рынке не участвовал. Как свободный курс плавания был, так и остался. У нас 114-й обменник работал. Продажа валюты увеличилась в долларах в 63 миллиона, в евро увеличилась в 4 миллиона. Ну, конечно, большая продажа у нас идет в российских рублей. Это на 6 миллиардов 37 миллионов увеличилось». Со знаком «плюс» прошел год и на кредитном рынке. 1 января 2018 года общий долг североказахстанцев составлял 113 миллиардов тенге. Прирост 8%. Обусловлено это активностью ипотечного кредитования и малого бизнеса. Средства, выделенные на них, за год выросли почти вдвое. Говорят цифры и о хорошей динамике во внешнеторговом обороте Северного Казахстана. «Экспорт и импортная операция по области, она тоже увеличилась по сравнению с прошлым годом. На 17% экономический союз больше увеличился, с ним мы работаем больше. Экспорт увеличился на 10 миллионов и также увеличилась, правда, тоже на 60 миллионов увеличилась импортная операция. Основным мы больше работаем в соседних государствах Российской Федерации, которые составляют около 300 миллионов долларов». На 6,6% уменьшились за год долги североказахстанцев. Сейчас доля просроченных кредитов составляет чуть больше 5%. Что касается инфляции, то регион смог урегулировать ее показатель. До Нового года он был выше среднереспубликанского. Сейчас соответствует ему и едва превышает 7%. В Петропавловске вынесли приговор виновнику ДТП, которое произошло в эти выходные возле кинотеатра «Новый свет». Лихач на большой скорости протаранил 5 машин. Водитель, не проверив, есть ли пострадавший, поспешил скрыться с места происшествия. За эту аварию ему придется заплатить штраф больше 240 тысяч тенге. Ольга Файзулина с подробностями. На этих кадрах видно, как Тойота Камри на высокой скорости врезается в припаркованные машины. Водитель говорит, ехал со скоростью 40 км в час и специально повернул в сторону автомобилей, чтобы не задавить пешеходов. Но этого незаметно. Мужчина поспешил скрыться с места ДТП. Сегодня его вызвали в суд. «Покинул место происшествия по состоянию здоровья. Во-первых, сразу поехал, у меня было рассечение головы. Вдруг меня посадил в машину, в такси мы сразу там же взяли и поехали, сдвинулись в сторону больницы». В 2014-м мужчину на три года лишили водительских прав. Получить новый он еще не успел. И теперь вряд ли в ближайшее время сможет сесть за руль. Очевидцы ДТП утверждают, виновник был пьян. ЧП случилось ночью, а свидетельствование провели только днем. Алкоголя в крови не выявили. Машина Баймагамбета Барлубаева сильно пострадала в этой аварии. Удар принял третьим. Новенький Volkswagen Tiguan он купил за 13 миллионов тенге. «Он хотел там поверхностный ремонт сделать. Я говорю, вы поймите, машина еще на гарантии, новая машина. Мне это, твои вот эти, ремонт меня не устраивает. И он уехал. Вот сейчас он нанес мне убыток. Вот сейчас оценивать, более около двух миллионов уже идет». Адвокат просил учесть смягчающие обстоятельства. У виновника ДТП несовершеннолетний ребенок, отец инвалид. Судья принял эти факты во внимание и огласил свое решение. «Суд постановил признать Рамазанова, Бахтияра, Багаджановича виновным. А 21 взысканный в виде, а 21 штраф в размере 100 месяцев, пократили сумме 240 тысяч 500 тенге доход государственного бюджета». По 611 статье о ставлении места ДТП владельцы машин проходили в качестве свидетелей. По делу о причинении ущерба их пригласят позже, уже как пострадавших. Ольга Файзулина, Жудызбекер Муканов, Новости МТРК. В филиале предприятия «Есельсу» обсудили послание президента. Встречу организовали члены Народной демократической патриотической партии АУЛ. Какие задачи главы государства здесь будут реализовывать, расскажет Кристина Горбаченко. Сегодня в «Есельсу» обсуждают послание президента. На вооружение берут девятую задачу – борьба с коррупцией. Это одно из крупных предприятий области. Его подразделения есть во всех районах, где работают свыше тысячи человек. Добросовестные и честные сотрудники. Этим руководствуются при формировании коллектива. Директор филиала считает, что недопустимо пользоваться служебными привилегиями ради своей выгоды. Конечно, тяжело будет, если в каком-то уголке у нас и кто-то пользуется, допустим, для своей выгоды, для своего там, или для определенного какого-то начальника район, начальника производства участка, или отсюда, вот с центрального аппарата, пользуются какими-то льготами, которые недопустимы. Это и есть коррупция. И мы должны вот этим сегодня бороться. Но не всегда такие слова подтверждаются на деле. Представители компании все же фигурируют в коррупционных скандалах. К примеру, в 2016-м экс-руководитель Есельсу попал на скамью подсудимых за распродажу госимущества. Ущерб превысил 40 миллионов тенге. Его лишили свободы на 4 года. Теперь на предприятии профилактикой коррупционных преступлений занимается юридический отдел, в котором 4 человека. Усиленная работа самого отдела, юридического отдела, практически новые люди. И в настоящий период уже больше года практически никаких коррупционных деяний нет. Не случайно глава государства поставил вопрос перед всеми нами, что мы действительно занимались и огромную работу, и правительство, и глава государства проводить, и я хотел бы сказать, и у нас сейчас. На встречу пригласили полицейских и представителей суда, а организовали ее активисты партии АУЛ. В него входят порядка полутора тысяч североказахстанцев. Кристина Горбаченко, Желдузбек Ермуканов, новости МТРК. Сейчас реклама на МТРК. Увидимся через пару минут. Оставайтесь с нами. Кристина Горбаченко, Желдузбек Ермуканов, новости МТРК. Каждый день мы вынуждены приостанавливать свою работу, какой бы она интересной или важной ни была, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Но проекты особой важности нельзя остановить. Казградстрой. Особая работа, особый подход. Выставка «Тысяча шапок» приглашает всех на новую коллекцию. Норковый берет от 23 900 тенге, а норковая ушанка от 39 300 тенге. Каждому покупателю скидка 10%. Приглашаем всех со 2 по 4 февраля в ГДК, улица Сатпаева, 37. Вашей голове понравится? Московский современный художественный театр представляет. Специально к пятилетию агентства Дмитрия Столбовского. 6 марта в 19.00. Во Дворце молодежи. Спектакль в постановке народного артиста России Владимира Стеклова. Страсти по-французски. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Декада по борьбе с онкозаболеваниями стартовала в Казахстане. Она приурочена к Международному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля. В областном онкодиспансере подвели итоги прошлого года и рассказали, как снизить риск онкологических заболеваний. Репортаж Кристина Горбаченко. Ежегодно во всем мире от рака умирают порядка 9 миллионов человек. Информационная декада по борьбе с онкозаболеваниями. Хорошая возможность напомнить людям о необходимости профилактики и своевременного прохождения скринингов, считает Ермек Абдримов. Ведь злокачественная опухоль первой и второй степени почти в 95% случаев подается лечению. Темпы роста смертности все же еще сохраняются. И в основном 70% смертств происходит в странах с развивающейся экономикой и слабо развитых странах, где данные проблемы не поставлены. Раковые клетки есть у каждого человека. Но в группе риска те, кому за 60, и те, кто не ведет здоровый образ жизни. Точной теории возникновения злокачественной опухоли нет до сих пор, говорят медики. Но есть ряд причин. Они советуют побольше употреблять в пищу витаминов, БАДов, зелени и обязательно заниматься спортом. 30-35% случаев заболевания рака связано с неправильным питанием, 30-32% с курением, 10% вызывают вирусы, 4% алкоголь и производственные канцерогены, 2% это загрязнение окружающей среды, 1% это пищевые добавки, ультрафиолет-солнцеонизирующая радиация, 2% это онкологически отягощенная наследственность и 5% случаев рака обусловлено неизвестными причинами. В прошлом году от рака умерли 654 североказахстанца. Это на 4,4% меньше, чем в 2016-м. Снижение смертности удалось добиться за счет раннего выявления заболевания. Однако наш регион по-прежнему занимает первое место в стране по количеству онкозаболеваний. Лидирует рак легких, молочной железы, кожи и прямой кишки. 1751 человек в прошлом году вновь подтвержденным диагнозом рак поставили на учет в нашей области. Состоит у нас 9353 человек на учете с точным диагнозом онкологические заболевания, различные локализации и они постоянно находятся под диспансерным наблюдением и периодическим лечением. Медики советуют раз в год ходить к терапевту, сдавать кровь и ни в коем случае не заниматься самолечением. Внимательно следить за своим здоровьем должны и те, у кого есть хронические заболевания. В субботу 3 февраля у жителей региона будет возможность бесплатно получить консультацию специалистов и пройти обследование. С 9 часов утра до обеда в онкодиспансере пройдет день открытых дверей. Принимать будут мамолог, гинеколог и онколог. Кристина Горбаченко, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Больше 4 миллионов тенге удалось собрать на лечение 16-летней Кати Бондарик у девочки рак головного мозга. В школе, где она учится, прошел благотворительный концерт. На нем побывала и наша съемочная группа. Я очень хочу в школу. Прям безумно. И жалею, что не ценила то время, когда еще не знала про свою болезнь. Это сообщение Кати Бондарик облетела социальные сети и не могло никого оставить равнодушным. У 16-летней девочки рак головного мозга. Четвертая стадия. Катя прошла в Астане несколько блоков химиотерапии. Осталось еще два. Но мы справимся, говорит мама школьницы. Наша семья, а главное сама Катя, чувствует поддержку и доброту многих людей. За этот месяц как-то эмоционально она более духом поднялась, морально, да, такая поддержка кругом от друзей. Ну, все-таки очень много пишут ей, звонят. Стараются поддерживать ее всячески. Вот так как-то. Настрой у нас бодрый. Хочется не болеть и скорее в школу хочет. На концерте была и сама Катя. Эта маленькая, сильная девочка находилась в окружении людей, которые ее любят и ждут выздоровления. Я не ожидала, что так все отреагируют на мою болезнь. У меня просто нет слов. Спасибо всем огромное за то, что так все организовали. Спасибо директору нашей школы, спасибо моему классному руководителю, спасибо всем родителям. Просто всем огромное спасибо за то, что начали вот эту вот помощь нам. Она нам была необходима. Все интересуются моим здоровьем, все меня любят, ждут в 11 класс. Сейчас отлечусь и в 11 класс пойду. В мае девочка отправится на лечение в Москву. Помогали собирать деньги на эту поездку крупные организации Петропавловска, школы и просто неравнодушные люди. Народный банк принес ящик 50 тысяч деньги, первая гимназия, первый лицей 50 тысяч, отдел образования города Петропавловска и непосредственно люди, живущие рядом. Музыкальные номера подготовили учащиеся и преподаватели. Не оставаясь в стороне и директор школы, она исполнила трогательную песню «Молитва». В школе у Кати много друзей. Ее любят учителя и одноклассники. Говорят, она умная, талантливая девочка и верный друг. Я хочу, чтобы Катя поскорее вырвала, чтобы она никогда не болела, всегда была хорошей и доброй девочкой. Мы все очень сильно надеемся на скорейшее выздоровление Кати и все очень сильно ее ждем в школе. Катя, мы все здоровы, бабы! Благодаря 17-й школе собрали 2,5 миллиона тенге. Эти деньги передали семье Бондарик. Сейчас на лечение Кати есть больше 4 миллионов. Это деньги, которые перечислили неравнодушные люди. Айгири Мукашева, Желдозбек Ермуканов, Новости МТРК. К другим темам. Победы юных исследователей. С 29 по 31 января в Щучинске проходил республиканский этап конкурса научных проектов в Зерде. В лагере Балдаурен собрались порядка 450 юных ученых. Экология, история, математика. Они защищали свои работы в 20 секциях. Поделились своими открытиями и североказахстанцы. Это учащиеся гимназии-интернаты для одаренных детей имени Абудас Мухамбетова. С какими результатами они вернулись домой, узнавала Александра Солмина. Какую пользу может принести зола? Четвероклассники Ерлан и Аяулым несколько месяцев исследовали ее свойства. Отходы ТЭЦ пригодятся в первую очередь строителям, говорят школьники. Они сами изготовили экологичный стройматериал. Делали легкий бетон. Он состоял из песка, цемента и золы. Мы доказали, что легкий бетон три раза дешевле, чем керамзит-бетон. И при этом он в два раза прочнее. Чтобы плита застыла, нужны сутки, а потом можно строить, говорит будущий архитектор Ерлан. Присмотреться к золе должны и садоводы, считают гимназисты. Их опыты показали, сгоревший уголь – отличное удобрение. Скороспелый крест-салат растет гораздо лучше, если добавить в почву золу. Мы посадили его в четыре горшка, в три из них золу не добавляли. Салат там вырос, но был чахлым. А в четвертый горшок добавили и удивились, как быстро выросло растение. Оно стало красивым и сильным. Да и дефицитов такой подкормки не будет. В год только у севкосэнерго. В среднем бывает до 35 тысяч тонн отходов. Свои открытия ребята представили на республиканском конкурсе «Зерде». Он прошел в щучинском лагере «Балдаурен» и собрал порядка 450 юных исследователей со всей страны. В секции «Экология» наши гимназисты стали победителями. А их друг Димаш завоевал там серебро. Он готовил проект о переходе казахского языка на латинскую графику. Я сделал эксперимент на три автобуса. Я написал про известных людей на латинце. Многие люди поняли. Следующий эксперимент – это я переписывался с учительницей на латинце. Говорит, так и сам новую графику быстро освоил и педагога научил всего за пару часов. А еще сделал вывод, что переход на латинскую графику поможет наладить сотрудничество со странами, где ее уже используют. Кстати, на республиканский этап гимназисты поехали не сразу. Сначала отличились в областном туре. Наши ребята представили 14 работ. Девять из них заняли призовые места. Три отправили на республику. Мы своими учениками очень гордимся. Они каждый год участвуют и побеждают в разных олимпиадах и конкурсах. Победа маленьких исследователей мотивировала. Говорят, в следующем году они обязательно снова будут участвовать в этом конкурсе. Уже и темы придумали. Александра Солмина, Желудузбек Ермуканов, Новости МТРК. Узнать больше об истории Североказахстанской области и страны. В музейном комплексе резиденции Абылайхана открылся кружок юных краевед. Ребят будут знакомить с интересными историческими фактами и учить искать информацию о родном крае и ее исследовать. На первом занятии школьников побывала наша съемочная группа. Познакомиться друг с другом и поделиться планами на ближайшие полгода – это задача первой встречи, она больше информативная. А уже в следующем месяце начнется самая интересная – практика. Все, кто пришел заниматься в кружок юных краевед, будут работать с первоисточниками исторических изданий, составлять доклады и экскурсии, проводить исследования. Объект изучения – родной край. Этот проект для детей мы реализуем в рамках программы президента Рухани Жангару. Будем учить ребят быть исследователями. Не просто знать общедоступные факты о родном крае, а искать новые интересные сведения о малой родине. Аружанка Алтай родилась на юге страны, изучила многие города и исторические факты этого края. Переехав с родителями в Петропавловск, не оставила исследовательскую деятельность. Здесь тоже много разных событий, мест и личностей, которые таят в себе удивительные факты. Первый на очереди – самый известный правитель казахского ханства. Аблайхана. Он первый хан, который объединил всех жузов, потому что в то время жузы у нас все не подчинялись старшему жузу, а он взял и объединил их всех. Потом я бы хотела узнать поколение его, Аблайхана, нынешнее поколение, кто. Также мне интересно, как он смог в то время с таким малым количеством нашего народа выиграть джунгара, победить в войне. На первый урок кружка «Юный краевед» пришли 20 ребят. Занятия ведут на двух языках – казахском и русском – в разных подгруппах. Ксения Куценко, Рустам Тлюжанов. Новости МТРК. И о спорте. Областные соревнования по лыжным гонкам стартовали в поселке Барки. Три дня молодые спортсмены будут бороться за призовые места и возможность защищать честь региона на республиканском уровне. На лыжной трассе сегодня побывала и моя коллега Анна Житская. Ребята готовятся к гонке. Им предстоит преодолеть дистанцию от 3 до 5 километров. Но даже для такого небольшого расстояния требуется много сил. Мы проводим чемпионат области. Это считается отборочным соревнованием к республиканским соревнованиям, чтобы они защищали честь нашей области на республиканских соревнованиях. Принимают участие все 12 районов и две команды города. Больше 140 участников. Состязаются ребята в трех возрастных группах. Младше 14 лет, 15-16 и 17-18 лет. Трасса для лыжников несложная. Спуск и подъем они преодолевают быстро. С Альмире Аспановой 11 лет. В лыжный спорт совсем недавно ее привела подруга. Занимаюсь я почти полгода. Готовились мы всю зиму. Для меня этот трасс не очень сложно, но я волнуюсь. Сегодня участники бегут коньковым стилем. Младшие стартуют вместе. Старшие группы с интервалом в 30 секунд. Самые быстрые лыжники получат медали, а групповые старания оценят в общекомандном зачете. Состязания по этому олимпийскому виду спорта продолжатся три дня. Завтра ребятам предстоит пройти дистанцию классическим ходом, а на третий день их ждет спринт. Его протяженность составит 800 метров. Анна Житская, Адиль Нуржанов, новости МТРК. На этом наш выпуск завершен. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Прогноз погоды на пятницу 2 февраля. Ясно, ветер восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 26, днем минус 16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»